Мечта Анны Соловьевой – завоевать олимпийскую медаль по фехтованию. Ежедневно она часами пропадает на тренировках. Но на пути к цели важна не только усиленная работа над собой, но и хорошие условия для занятий. Сейчас девушка оттачивает мастерство в обычной общеобразовательной школе. Там очень маленький зал, а детей много, все тренируются, тоже маленькие дети, чуть постарше. Зал маленький, и получается у нас еще ограниченное время, потому что это обычная школа. В Химках есть спортивная школа олимпийского резерва. Почти за 40 лет она выпустила немало чемпионов мира и олимпийских призеров. Самые известные из них – Яна Егорян, Артур Ахматхузен, Дмитрий Жеребченко, Татьяна Андрюшина. И сегодня там тренируют около 400 детей и взрослых. Но своего помещения у них нет, занятия ведут на базе обычных школ. Сегодня все изменится. Спортсменов примет Центр фехтования Ильгары Мамедова в Новогорске, зал в их распоряжении. Имея такой центр на территории Новогорска, мы сейчас приняли решение о переводе наших спортсменов на постоянной основе, на занятия в этот центр. И я надеюсь, что мы будем брать новые вершины и будем приносить нашему городу лучшие результаты. В Центре есть все условия для занятий фехтованием – современные дорожки, инвентарь, тренажерный зал. Эта школа будет взращивать, растить чемпионов, потому что по-другому здесь и быть не может. Условия здесь, повторю, это лучшие условия в стране. Наш вид спорта нуждался в таком помещении, в таком центре фехтования, потому что со своими заслугами, результатами и все большим количеством занимающихся людей в Москве, в Химков, в частности, у нас в области. Поэтому это была острая такая необходимость. По мнению спортсменов и главы муниципалитета, занятия в этом центре помогут не только сохранить славу Химкинской школы фехтования, но и приумножить ее. Ксения Брагина, Матвей Шенкаренко, Служба новостей.